Здравствуйте! Сегодня немного об альбуке и способах ее размножения. Всего я знаю три способа размножения альбуки. Это делением луковицы самой, семенное размножение у нее есть и она размножается чешуйкованием. Если с делением луковицы все понятно, я это уже показывала, то с семенным размножением и с чешуйкованием все не так-то просто. Пока что я покажу результат. Вот это растение было получено из семян, которые я заказывала в английском интернет-магазине. Заказать семена растений альбуки оказалось не так-то просто. Я делала три попытки в разных интернет-магазинах. Германские пробовала, английские и еще какие-то семена на ebay. И оказалась удачная только британская покупка. В прочих случаях даже с сайтов, которые выглядели прилично, приходило не то. Не семена, как у каких-то других растений. Но явно это была не альбука. В английском магазине я заказала пять семян. Из них у меня взошло четыре. И вот два из этих семянцев я вам показываю. Значит, посеяны они были в октябре. В октябре. Вот сейчас они выглядят так. Еще совсем небольшие. Мы наблюдаем, если тут копнуть. Вот эта сама луковичка. Она еще совсем небольшая. А вот это растение, оно размножено чешуйкованием. Подробнее я на этом чешуйкование покажу в какой-нибудь следующий раз. Сейчас просто скажу, что у взрослого растения можно взять чешуйку. И при определенных условиях на чешуйке тоже нарастут луковички. Это сходно с тем, как размножаются лилии и многие лилейные. Вот это растение, посаженное семечкой в октябре. А вот это растение, оно отчешуйковано в январе. И видно, что это растение, несмотря на то, что оно на несколько месяцев младше, выглядит крупнее и более развитым, чем растения, полученные из семян. То есть чешуйкование в плане скорости роста, скорости получения потомства, оно значительно выигрывает. А вот если говорить о количестве, мне пока что кажется, что семенным способом можно получить больше растений. Посмотрим. Я заказала семена. Не только для того, чтобы проверить, как быстро оно размножится и как все это вырастет. Хотя мне тоже все это очень интересно. Я хочу проверить семенное размножение. У альбуки с семенным размножением имеются определенные сложности. Она не самоопыляемая. То есть, если цвистет какое-то растение, его цветы сами себя не могут опылить. Я пробовала, это не получается. Если растение вдруг, вот луковица разделилась на два, я рассадила их в разные горшки. Но фактически это одно и то же растение осталось. Почему? Потому что когда размножение идет вегетативно, идет деление самой луковицы, то генетически это растения идентичны. И они друг друга не переопыляют, не происходят завязи при таком способе. Поэтому, чтобы проверить возможность семенного размножения, я заказала семена, как говорят на иностранных форумах, это другой клон. Поскольку растение получено из семян каких-то других растений, это было половое размножение, не вегетативное, то оно точно генетически будет совершенно другим, чем те растения, которые я получаю из альбуки, которая у меня была, чешуйкованная, либо деленка. И я жду, когда же мои сеянцы вырастут, чтобы получить от них цветы. И, возможно, тогда у меня будет много-много деток. Вот такой процесс сейчас происходит в моем саду. Ждем, когда вырастут и начнут размножаться семена. Субтитры подогнал «Симон»!